Физкультурно-оздоровительные комплексы, поликлиники, школы, детские сады или парки, любой подарок Минску ко дню города сходу становится востребованным. Вот и к 950-летию столица стала богаче еще на несколько полезных объектов. Интерактивные кабинеты, бассейн, тренажерный зал и даже город знаний. Школа номер 41 в микрорайоне Домбровка дебютировала в череде осенних подарков для минчан. К слову, здесь же, во Фрунзенском, самом густонаселенном районе Минска, принцип «все лучшее детям» воплотили ярко, шумно и красочно. На проспекте Пушкина после реконструкции детскими голосами вновь наполнился ясли сад с полувековой историей. Дороже детей у нас, наверное, вряд ли что у кого есть, поэтому я полагаю, что всегда самые лучшие подарки должны быть именно нашим малышам. Комфортнее стало родителям и ребятне Первомайского района в их распоряжении новый детский сад на 230 мест. Мы планируем организовать адаптационную группу, материнскую школу, может быть, даже прогулочную группу, есть такая идея. В Московском районе открылись отделения дневного пребывания для молодых инвалидов, а также современный бассейн в Брилевичах для взрослых и детей. Мы набираем совместно с детской и юношеской спортивной школой по плаванию «Нептун» группы начальной подготовки, которые в дальнейшем вырастают, начинают заниматься в спортивных классах. А еще Минск получил 21 стильный подарок со всех уголков мира. Именно столько у столицы городов-побратимов. Плюс города-партнеры и друзья. Пекинцы, к примеру, презентовали аутентичную картину на рисовой бумаге. На Тингем, Бишкек, Тбилиси, Бангалор или Новосибирск. Каждое поздравление оригинальное и непременно с национальным колоритом. С днем рождения, Минск! Ну и какой же день рождения без торта? Вот такой имиджевый вариант подарка сохранится в памяти, ну если только на фото или селфи. А вот как угощали юбилейным настоящим тортом-гигантом, покажут и расскажут мои коллеги чуть позже.